Вода откуда не ждали. В редакцию ВИСЕ обратилась жительница поселка Арджиникидзовская, проживающая по улице Прикубанская, с проблемой подтопления ее домовладений из-за прорыва трубы. В проблеме разбирался Алихан Липшоков. Уже несколько месяцев мы живем в опасной ситуации, когда вода полностью затапливает наш огород и погибает наша живность, отмечает жительница поселка Арджиникидзовский по улице Прикубанская 1 Аминат Джукаева. Вода просачивается из трубы по склону и идет в домовладение. Обращалась водоканал в администрацию, в прокуратуру, Роспотребнадзор. Курятник построила 6 месяцев назад и через месяц меня затопили. Живность вся померла, осталось немного. Специалисты водоканала Карачаевского городского округа приезжали и исследовали данный участок прорыва трубы. В итоге дали заключение, что данная труба предназначена для забора грунтовых вод. Члены комиссии после осмотра места в ответном письме на запрос жительницы по улице Прикубанская 1 заверяют. Из-за того, что край трубы, которая ранее выходила в обрыв, жители засыпали грунтом и мусором, было нарушено направление воды, что и привело к подтоплению домовладения Аминат Джукаевой. Полностью ущерб был нанесен на 200 тысяч. Курятник, живность, да, курятник и плюс живность вся у нас вышла на 200 тысяч. Также жительница поселка Арджинькидзовский Аминат Джукаев обращалась в республиканскую прокуратуру со своей проблемой. И в декабре 2022 года ведомство провело проверку по ее заявлению. В настоящее время для устранения проблемы подтопления городской администрации изыскиваются денежные средства для проведения очистных работ и при необходимости для сооружения бетонной отмостки для отвода подземных грунтовых вод в сторону нежилой части поселка. Также в ходе проводимой прокуратурой проверки было установлено, что доводы заявителей являются предметом судебного рассмотрения. Решением Карачаевского городского суда смог водоканал города Карачаевска в пользу заявителей взысканный как имущественный ущерб, так и компенсацией морального вреда. Также суд обязал водоснабжающую организацию провести ремонт подтекающей трубы, проходящей вблизи территории домовладения. И определением Карачаевского городского суда 14 февраля этого года на МОК «Водоканал» наложен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.